Меня зовут Савинич Елена, я аспирант Сибирского университета науки и технологий имени Решетнёва. Поэтому я готовлю кандидатскую диссертацию по селекции абрикоса. Фундаментально важно при выращивании абрикоса, при посадке или какие-то агротехнические хитрости? Самая хитрость при посадке абрикоса это посадка растения на холм, потому что у абрикоса самое слабое место это корневая шейка и основание штамба. Так как в Сибири зачастую очень глубокий снег и вот это самое место оно как правило выпривает из-за того, что очень часто там скапливается влага, которая ночью замерзает, льдинки замерзают, рвут тоненькую кору. Поэтому мы нашли такой способ посадки. Это посадка на холм. То есть специально не копается глубокая яма. И вообще не копается? Не копается. Как правило мы привозим пару тележек земли и высыпаем ее, делаем покатый холм диаметром примерно полтора, меньше можно сделать метр. И вот в высоту этого холма на размер корней выкапывается ямка и туда он погружается. И вот поэтому они все вот на таких возвышениях стоят. Это тем самым зимой и в весенние оттепели быстрее оттаивает, корневая шейка не повреждается льдом. Ну а как у нас садоводы любят, дали бутылку пластиковую обрезали на корневую шейку, одели и вроде бы спасает. Спасает от чего? От выпривания? Нет, никак не спасает, потому что она никак не закрывает его. Это мертвая припарка, потому что лучше сделать один раз фундаментально правильно, чем подвергать себе риску лени. То есть по сути с четвертого года мы четко понимаем, что каждая ветка вегетативная на будущий год даст урожай. Да, именно так. То есть наша задача все-таки все ветки сохранять или каким-то образом нормировать? Смотря какая цель в нормировке. Если, допустим, у вас очень ограниченное пространство, и вы посадили туда абрикос, можно его нормировать. Но я считаю, что у дерева не бывает лишних веток. То есть у дерева формируются плодовые и вегетативные почки вместе. Если, допустим, очень усеченные какие-то условия, можно там обрезать, но я считаю, что так делать не нужно. Ну вот, друзья, мы и питомники уже. Ну вот, друзья, мы уже в питомнике. Здесь, в этом питомнике железовых выращиваются саженцы. Так вот, Елена, вопрос. Как отличить саженец с юга, допустим, с южных республик, и саженец, который выращен в Сибири? И почему существует разница в тех и других саженцах? Расскажите. Ну, во-первых, стоит помнить, что в сибирских условиях у нас очень короткий вегетационный период. И если вам предлагают саженцы с какой-то запредельной высотой, уже стоит задуматься. То есть если привез больше моего роста, откуда этот саженец? Нет, дело не в приросте выше вашего роста. Как правило, место прививки, от места прививки за сезон не может вырасти больше, там, двух метров. И если вам предлагают... В Сибири. В Сибири, да, именно. Если вам предлагают саженец высокий, да еще и с высоким голым штамбом, стоит обратить на это внимание. Если посмотрите на наши саженцы, обратите внимание, что развиваются боковые веточки. Никаких голых оснований штамбов нет. Дополнительно мы не убираем боковые веточки для того, чтобы... Более кустистая была. Более кустистая. В сибирских условиях вот такая кустовидная форма, она более выносливая. И более выносливая и к нагрузке последующего урожаем. Поэтому обратите внимание на то, что они должны быть не очень толстые. То есть обратите внимание, что толще, чем большой палец на руке, такие стволики не успевают вызреть за наше короткое сибирское лето. Соответственно, это повод призадуматься. А ассортимент, который поставляется с южных частей нашей необъятной родины и тот, который выращивается в Сибири, он ведь разный тоже? Конечно. И разный тоже. И сортов привозится очень много неадаптированных к нашим сибирским условиям. То есть можно купить шикарный саженец большой с развитыми побегами, листьями. Прям картинку покупаешь. Покупаешь картинку. Особенно, мне кажется, не нужно обращать внимание на картинку. И если ты хочешь какой-то конкретный сорт, то нужно у продавца не спрашивать, какой сорт ты хочешь. А расскажите, пожалуйста, какой это сорт, на какой подвой вы прививаете. И сверить, например, с реестром. Ага, этот сорт, вот реальное описание. Ну, как правило, редкие садоводы вообще знают, что такое реестр государства. Ну, перефразируя вашу фразу по поводу... Ну и перефразируя вообще, в принципе, разговор наш, я бы ответил пословице еще. Где родился, там пригодился. Конечно, конечно. То есть то, что выращено в Сибири, оно здесь и будет хорошо расти. И запас зимостойкости и морозостойкости у этого саженца будет адекватен этому месту, где ты его планируешь выращивать. Опять же, существует четкое мнение, что ткани растения, сформированные в южных регионах, они более рыхлые, даже если брать тот сортимент, который у нас выращивают в Сибири. То есть даже саженец наших местных сортов, привезенный с юга, он все равно будет менее адаптивный, чем тот, который выращен у нас. Это относится и к абрикосам, и к яблоням, и грушам? Да, это относится ко всем культурам, которые привезены сюда. Но так как здесь это большой маточный сад, здесь уже более 30 лет ведется интродукция, все сорта адаптированы для наших условий. То есть есть некоторые сорта, которые мы предлагаем в более влажные регионы, они более устойчивые к большому количеству осадков. Есть сорта, которые рекомендуются к более сухим и к сухим почвам адаптированы. То есть главное, в первую очередь, производитель посадочного материала должен спрашивать, какие у вас условия, куда вы планируете это растение садить, и уже из этого исходя предлагать какой-то посадочный материал. Ну и вот, друзья, теперь мы совершенно четко узнали, что покупка саженцев, поэк саженцев, это дело очень ответственное. И когда вы подходите к этому делу ответственно и берете саженцы только у проверенных продавцов с гарантией, вы тогда действительно получаете полноценное плодоношение, когда у вас все действительно будет замечательно. Очень часто, покупая персики, абрикосы, сливы на рынке, мы приносим домой их, кушаем, нам нравится, берем косточку. А почему бы ее не посадить? Почему бы из нее не вырастить полноценное дерево, которое в перспективе давало бы нам урожай? Ну, начнем с того, что посадить можно, но в перспективе это дерево, привезенное из южных районов нашей страны или вообще из близлежащих южных стран, не сможет в наших сибирских условиях выжить и дать полноценный урожай. Поэтому мы рекомендуем семенной материал брать именно там, где они растут. То есть, если вы выбрали какие-то вкусные сорта, которые вам понравились у соседей или где-то в проверенных питомниках, вы попробовали эти плоды, вы видите, что они растут, собирайте семена. Но нужно помнить о том, что семена должны быть уже в нужной кондиции. То есть, плоды должны быть полностью созревшими. Снимаете с них вот эту съедобную... На примере абрикоса, давайте расскажем. На примере абрикоса, во-первых, плоды, которые уже созрели, они должны легко отделяться от веточки. Либо... Либо упасть на землю. То есть, все, что упало, это полностью готовые семена. Итак, что мы делаем дальше с ними? Отделяем от них мякоть, вытаскиваем, промываем от остатков мякоти, высушиваем до сухого состояния и пока храним до времени посадки в воздушно-сухом состоянии. Сколько сушим? Где, при какой температуре? Мы сушим в тени дерева, под крышей там или где-то в сарай, но не на прямых солнечных лучах. Так как абрикос – это культура с периодом вынужденного покоя, ему нужен обязательно период стратификации. То есть, примерно до Нового года мы сохраняем его в сухом состоянии, просто в комнатных условиях. Сколько в банку засыпали семена? В банку засыпали семена, но с пластиковой крышкой. И где храним? Пока можно в комнате хранить. При комнатной температуре. При комнатной температуре. Но так как семена имеют способность дышать, металлическими крышками с плотно закручивающими крышками хранить нельзя. Они просто задыхаются. Нет, либо просто в полиэтиленовую крышку можно надеть, или просто в пакете. Примерно после Нового года мы должны провести так называемый тест на всплытие, для того, чтобы определить готовые полноценные семена. Есть ли там косточка живая, да? Есть ли там живая косточка, и созрела ли она, и готова ли она дать. Как мы это делаем? Наливаем воды в ведерко или в тазик. Те, которые полноценны, они осядут на дно. Высыпаем их. Те, которые всплыли и плавают по поверхности, либо там щуплое ядро внутри, либо недозревший плод был. Поэтому их мы спокойно удаляем, выбрасываем, и всё. То, что утонуло, мы уже используем. То, что утонуло, мы используем. Ну, можно такой тест сделать перед тем, как закладывать на хранение. То есть, уже сразу уберём лишнее. Хранить только то, что подходит для посадки. После Нового года закладываем семена во влажный песок. Примерно соотношение песка и воды 1 к 7. То есть, 7 частей песка, 1 часть воды. Перемешиваем это в какую-то ёмкость, пересыпаем песком, косточки пересыпаем, и ставим на 2-3 месяца в прохладное место. Можно в холодильник. При какой температуре? Примерно 2-4 градуса. Можно в погреб. Там более выровненные температурные условия. Потому что в холодильник мы часто заглядываем. 2 плюс 4, 2-3 месяца. Да, 2-3 месяца. Всё, и к моменту посадки они уже начинают наклёвываться. То есть, это будет примерно конец апреля или март месяц. То есть, в зависимости от того, как у вас сходит снег, можно чуть попозже заложить на стратификацию. То есть, мы увидим после стратификации, что начинает пробуждаться корешочек. Да, именно. Семена начнут лопаться и начинает выходит проросток. Всё, их уже можно сажать. Их лучше сажать в шкулку, либо сразу в индивидуальные горшки с воздушным, допустим, отсеканием корней. Если есть такая возможность. И смотря для какой цели вы выращиваете. Ну да, конечно. Если это питомник, да, это одно. Если на посадочный материал одно, можно высадить сразу в грядочку. Потом, когда они уже вырастут, на них привить. Или сразу пересадить на постоянное место. То есть, самый главный вопрос, Елена. Вот мы посадили косточку. Взятую с абрикоса, может быть, с яблони. В саду куда-то пришли, попросили. У нас вырос саженец. Будет ли этот саженец впоследствии давать такой же урожай, какой давали родительские формы, либо он каким-то образом будет отличаться? На 100% нет гарантии, что он полностью сохранит материнские качества. Но тем интересна селекция, что мы можем выбрать лучшие варианты. То есть, по закону Менделя, один к четырем расщепление должно быть. Но, как правило, мы смотрим, что и на сеянцах вырастают достаточно хорошие крупные плоды. Поэтому мы рекомендуем садить косточки и получать свои сеянцы. Для тех, кто не умеет прививать, допустим, можно подождать на год, на два подольше и получить вполне для Сибири подходящие плодовые деревья. А корнесобственные деревья, они насколько зимостойкие, в отличие от привитых? Корнесобственные более зимостойкие, даже чем привитые. Поэтому есть возможность выращивать такие деревья. Ну и вообще, друзья, мое мнение такое, если ты просто затормозился в развитии и не садишь что-то новое, пусть даже это саженец, который ты покупаешь и сажаешь у себя в саду, то это шаг назад. Поэтому даже выращивание растений из косточек это настолько благородное и интересное дело, что ему можно посвятить не только диссертацию, но и всю жизнь.